Санкт-Петербург Вот он, тот самый опросный лист, который 12 июня 1991 года тогда еще ленинградцам выдали вместе с бюллетелями для голосования по выборам президента РСФСР и главы города. Казалось бы, опрос не референдум, но именно он уже в сентябре подвел черту под одной эпохой и начал новую. К городу было возвращено название не сразу же после 12 июня. Прошло несколько месяцев. И только поражение ГКЧП открыло, в общем, возможность для Верховного Совета РСФ, для президиума Верховного Совета РСФ решить этот вопрос. То есть юридической силы этот опрос, получается, не имел? Юридической силы он не имел. Ведущий научный сотрудник Музея политической истории Александр Смирнов рассказывает, хотя возвращение исторического названия городу связывают с именем Анатолия Собчака, это не совсем верно. Он лишь подписал решение депутатов Ленсовета о проведении опроса населения. Вот подлинник этого судьбоносного решения из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Но даже он не так интересен, как список поправок, согласно которым предлагалось несколько вариантов на замену Ленинграду. Здесь даже встречаются четыре варианта наименования нашего города. Санкт-Петербург с твердым знаком на конце. Петербург, Петроград, Ленинград. То есть и наименование Петроград могло бы включиться туда? Да, да. То, насколько жаркие споры разгорались тогда вокруг этого вопроса, ясно из этих томов архивных дел. Вот обращение от сотрудников избирательных комиссий о том, что голосующие неправильно понимали формулировку. А вот в этом письме на нескольких листах выражается позиция, почему имя Ленинград следует оставить и недоумение. Почему избирали на иностранный манер мэра, а не градоначальника. В основном это письма были как раз от жителей блокадного Ленинграда, от горожан, которые потеряли своих родственников в период Великой Отечественной войны, потому что они имя города связывали со своей личной историей. Конечно, расставаться с ним им было действительно тяжело. А вот официально зафиксированные результаты этого опроса. Порайонно. При высокой явке больше 70%, больше половины голосовавших сказали «да» Санкт-Петербургу. 54 против 42%. Небольшой разрыв, который буквально фиксирует, говоря языком политологов, почти полярный раскол общественного мнения. Мы приехали специально, потому что мы защищали город Ленинград. У меня мать 5 лет на Карла Манса отработала в блокаду, и она за Санкт-Петербург. У меня бабушка родилась в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург! Отвечемся от коммунистического проконсия! Вот кадры одного из митингов начала августа 91-го, где на Дворцовой площади сошлись и сторонники, и противники переименования. А что, если бы тот же опрос с теми же формулировками провели бы сейчас? И мы решили его провести в рамках журналистского эксперимента. Я рожден в Ленинграде. Мама блокадница Ленинграда. Папа тоже воевал за Ленинград, я за Ленинград. За Санкт-Петербург. Почему? Ну, потому что это историческое название города, он таким создано был, с таким названием. За Ленинград, конечно. Почему? Не знаю. Я того времени советского. За Ленинград сейчас. Не знаю. Мне кажется, в связи с, скажем так, обстановкой, которая сейчас в мире и в стране, и в принципе, как-то лучше звучит. Тогда бы я был за Ленинград, а сейчас за Санкт-Петербург. Почему? Потому что уже привык. Итак, при данной минимальной выборке мы получаем примерно тот же результат, что и 33 года назад. И ровно как и тогда формулировка опроса многих запутала. Делатель его возвращения в нашему городу, его первоначально... То есть запутались? Ну да, чуть-чуть запутался. Да, вычеркнуть, а нет, и мне нет вычеркнуть, да? Ну нет, нет оставить. А как? Я его уже вычеркнула. Вот, ошиблись. И так многие ошибались, как мы поняли. Так может, это была уловка, чтобы ввести в заблуждение сторонников Ленинграда? И результаты были бы совсем другими? Автор итоговой формулировки, в те годы депутат Линсовета Алексей Ковалев утверждает категорически. Нет. То есть это хитрость была или... Нет, это в то время все бюллетени для голосования оформлялись таким образом. У нас в законодательном собрании, например, при голосованиях бюллетенями то же самое. Не обводили, не подчеркивали, а именно вычеркивали неправильный ответ. Неудивительно, что многие запутались. Ведь это были первые демократические выборы в истории страны. Понимали это и депутаты, поэтому использовали нейтральное «желаете» вместо «хотите». Неопределенность в сроках, мол, когда-нибудь потом. И особый акцент на слове «первоначальное». Потому что аргументы были высказаны именно за то, что эта формулировка дает больше шансов на радикальное решение вопроса. То есть на то, что больше 50% проголосует за эту цель, за цель возвращения первоначального названия. Но даже несмотря на то, что город уже не называется Ленинградом, он, Ленинград, находится на самом видном месте. Или не совсем видном. Достаточно лишь заглянуть во дворы Сталинок Московского проспекта. А вот здесь дом почему такой странный? Вот с одной стороны облицованный, с другой нет. А мы с тобой не просто так зашли, именно чтобы посмотреть, например, на этот дом. Левой стороной он выходит на парадную часть, на Московский проспект, а правой стороной он выходит на дворовую часть. Зачем нам облицовывать дворовую часть, если с парадной стороны его все равно никто не увидит? То есть сэкономили? То есть сэкономили. Это нормальное явление, экономили всегда и на всем. Краевед Михаил Крайнов рассказывает, если карту города представить в виде среза дерева, то эпохи застройки можно назвать его годовыми кольцами. От первого ленинградского неоплассицизма через массовое строительство 60-70-х к функционализму времен заката СССР. Ленинград в Петербурге по интересному стечению обстоятельств получился вокруг Московского проспекта. Дело в том, что Московский проспект, как мы знаем, в середине 30-х годов, это одна из первых четырех точек, который начал застраиваться вот именно такими советскими, в хорошем смысле слова, ленинградскими домами, благодаря, собственно, генплану 35-го года. А почему они именно ленинградские? Потому что их делали исключительно ленинградские архитекторы. Так и получается, смотришь на Петербург, а видишь Ленинград. И так во всем, даже в мелочах. Двумя словами, Ленинград везде. Ведь стоит даже посмотреть под ноги, и вот он, Ленинград на таком знакомом и утилитарном тротуарном люке. А стоит поднять глаза, и увидишь, как сквозь краску пробивается ленинградская вывеска сыр-масло. Ленинградские вывески часто называют отдельным видом искусства. Многие из них не пощадило время, как эту вывеску на перевозной набережной. Какие-то ушли в небытие вместе со своими зданиями, как, например, вывеска ЛДМ. Но когда-то они все были частью неповторимого феномена под названием «неоновый Ленинград». Буква состоит из чего? Она состоит из, собственно, каркаса, из себя, из такой вот неоновой трубки, кстати. Она у нас светится, потому что включена катушка. А вот эта вот трубка? Это трубка старая, ей уже почти 50 лет. А она тоже светится? Да, Доканевский. Смотрите, какой приятный сине-зеленый холодный цвет. Михаил Кучин – основатель проекта, призванного спасать и сохранять вывески Ленинграда. И эти буквы когда-то составляли слово «библиотека» в районе Ржевки. Теперь они бережно восстанавливаются, команда энтузиастов. Не только потому, что это прекрасный образец, как говорят дизайны, леттеринга, то есть искусства печатных символов. Прелесть как раз в этом стиле. То есть тогда вывеска являлась объектом творчества, какого-то дизайна, современное тоже слово, художественного какого-то процесса. И, конечно, в современных вывесках этого нет. Там пластик, какие-то там светодиоды, да, и так далее. А это, ну, фактически какая-то штучная работа. Конечно. Но даже простые буквы, из которых складываются названия улиц, все равно отсылают нас в Калининграду. Даже там, где это кажется неочевидным, но только кажется. С историком-краеведом Андреем Рыжковым мы специально встретились именно на Гагаринской улице, которая, по его словам, в буквальном смысле соединяет с собой две разных эпохи. Потому что она является, пожалуй, чемпионом Петербурга по возвращению собственного названия. Так, это не сейчас. Сейчас она Гагаринская. Да. Так. А сколько раз ее переименовывали? По моим подсчетам, это было четыре раза. Сначала Гагаринская, после революции на короткий срок улица Нариманово, затем снова Гагаринская, и с 50-х до конца 90-х улица Фурманово. Часть парады переименований советских лет. Каким-то улицам вернули исторические названия, как Гагаринской, а вот соседняя Гангутская, как бы не казалось улицей эпохи Петербурга, названа была так именно в эпоху Ленинграда. Название было в 50-м году. Почему? Потому что, с одной стороны, на волне патриотизма, вызванного Великой Отечественной войной, были вспомнены победы наших моряков и воинов в войне Северной при возвращении этих земель России. А с другой стороны, героические защитники Ханка, который, в общем-то, является полуостровом Гангут, тоже внесли свою лепту в это дело. И даже погоду. Два города имеют одну на двоих. А словами советской песни про дождь в Ленинграде легко можно описать и дождь в Петербурге. Не изменяя веселой традиции, Дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут прохожие, мокнет милиция, Мокнут, которые лето подряд. Вот это был ресторан, где вы тратили наши... Писательский ресторан. Гонорар, да. Здесь мы почувствовали себя людьми, завязали все лучшие знакомства. Когда мы спросили главу Союза писателей Санкт-Петербурга Валерия Попова, какое место для него самое ленинградское, он тут же ответил, шпалерная 18, особняк Шереметьево в Петербурге и дом писателей в Ленинграде. С 30-х годов пролетарская литература рождалась, по сути, в дворцовой обстановке, став родным домом для нескольких поколений ленинградских авторов. А вот почему, несмотря на петербургскую природу, это все-таки символ Ленинграда? Ну, потому что мы здесь очищались ленинградцами, потому что Ленинград без Петербурга это тоже не то. Мы здесь чувствовали себя комфортом, мы чувствовали себя людьми, здесь осознавали свою значимость. Так и сплетаются две эпохи в памяти поколений, заставших Ленинград. В том числе и на бытовом уровне. Названий Ленинград уже нет на карте, но в книге рецептов остался и ленинградский рассольник, и ленинградское пирожное, разработанное легендарным кондитерским объединением «Север» почти сразу после войны. И чтобы поднять как-то дух людей, придумали вот это пирожное. Оно очень калорийное, оно состоит из двух бисквитов, слоенное и заварное тесто. Кондитер Оксана Намаскулова рассказывает, приготовление – процесс, требующий точности, скрупулезности и ответственности, качеств, соотносимых с понятием «ленинградец». Правильно заварить тесто из сливочного масла, молока и муки, яиц, тщательно раскатать слоеное тесто, запечь 35 минут и затем начинить сливочным кремом. В сегодняшнем мегаполисе 21 века такие время и трудозатраты считаются роскошью. Я так думаю, что сейчас люди придерживаются более здорового образа жизни, здорового питания, следят за весом. Но все равно его из истории Петербурга, Ленинграда... Нет, ну как, конечно, это же все частичка Ленинграда. Да, 33 года прошло с того момента, как наш город снова называется Санкт-Петербург, как и было во времена его основания Петром I. Ленинградская эпоха ушла, но Ленинград остался. В вывесках, домах, любимых местах, но самое главное – в сердцах петербуржцев. Антон Цуман. Пульс города.